Концерт, объединяющий все альбомы и неумолкающие зрители, которые все-таки вынудили артистов сыграть на бис. В рамках юбилейного тура группа «Пикник» выступила в Кирове. О 70-х, когда «Пикник» только зарождался, первом концерте в питерском рок-клубе и о том, как одно емкое словосочетание может превратиться в новую песню, Эдмунд Шклярский рассказал в эксклюзивном интервью нашему каналу. Подробности в сюжете. Египтянин, фиолетово-черный, шаману «Три руки» и еще десятки хитов из самых разных альбомов в рамках одного концерта. В зале, как и обычно, полный эншлаг и сильнейшая энергетика. Песни зрители здесь, если и не поют вместе с «Пикником», то обязательно нашептывают или покачиваются в ритм легенды русского рока. Играют для поклонников только хиты. Я следом за тобой пойду, меня не отличишь от хей, а спрячешься в траву, я притворюсь растением. Своё выступление группа «Пикник» целиком в полусе посвятило 35-летию со дня основания группы «Пикник». В юбилейном туре музыканты решили играть только хиты, песни, которые на протяжении 35 лет не просто прочно осели в памяти, еще и являются яркими представителями вообще всего советского и российского рока. Сколько на самом деле лет «Пикнику» не берется утверждать даже сам Эдмунд Шклярский. Дело в том, что название появилось немного раньше, 38 лет назад, а ровно 35 было несколько больших выступлений, в том числе на открытии первого рок-клуба Петербурга, и записан первый альбом «Дым», с которого началась широкая популярность. Мы закрыли глаза и налёг, и придумали остров, мы придумали ветер, и себе имена. Эдмунд Шклярский говорит записаться тогда, не иначе просто посчастливилось, ведь хороших групп было много, но от большинства сейчас остались только названия. Во многих городах, в том числе в Санкт-Петербурге, было много групп, которые, к сожалению, не оставили никакой информации в себе музыкальной, и поэтому мы знаем название, но что из себя представляет вот это, как его расшифровать музыкально, то есть непонятно. Нам посчастливилось, что мы вот в определенный момент, не знаю зачем, но тем не менее записали вот первую музыкальную информацию. Музыканты добавили, пикник, наполненный мистицизмом и абстракционизмом, они никогда не пытались создавать как бы специально. Образы и песни приходили сами, а такие концептуальные вопросы, долго ли просуществует группа, или с каким успехом будет жить, в далёких 80-х никого из музыкантов и не волновали. Тогда были более, так скажем, как и сейчас, насущные, вот надо сыграть, надо какую-то гитару, надо какой-то звук придумать, а не то, что надолго ли этот звук. Самая главная мечта была, там, не выпустить платного альбома, ничего. А вот кто бы появился человек, который гитару бы таскал, допустим, вот это, колонки там, кто таскал. Нет, большая была проблема директора, найти директора. Это же следующий этап, это уже дзен. Нет, это дзен. На шаманах, ожившем Бетховене и целом наборе специально созданного реквизита за 35 лет дело не остановится, утверждает Эдмунд Шклярский. Что касается планов на создание абсолютно новой программы, музыканта Шутяна Микнуля, планы точно есть. Другой вопрос, насколько срочные. Обсуждение следующей концертной программы, это не так вот мы сели, так веселые такие, выпили там пивка, да и давай обсуждать. Да нет, это серьезная работа, такая серьезная, что вот я посидел, видите, у меня ни одного черного волоса не осталось. Это просто дикий напряг и мы оттягиваем этот момент вот как можно дальше. Потому что, представляете, вот все вот это вот надо не просто придумать, надо еще выпилить вот все так, чтобы... Впрочем, один новый и уникальный атрибут пикник уже воплощает в жизнь нового механического светящегося монстра. Поклонники увидят 7 марта. Пикник традиционно выступит в Петербурге на дне рождения того самого рок-клуба, с которого, кажется, все и начиналось в далеком 81-м. Что касается концертов Кирове, то поклонники не отпускали звезд больше двух часов и редкий случай. После окончания музыканта вышли сыграть на бис. Артем Панекаровских, Александр Рожков, информационный канал «Город».